И всем привет друзьям и пацанам ютуба у микрофона Максимус, и сегодня мы обсудим с вами очень интересные записки, которые спрятаны на локации 4 уровня игры Dark Deception. Как мы с вами и договаривались, если видео про уточек наберет 1000 лайков, то я сделаю разбор и анализ данных записей. Вы свою часть сделали, теперь и моя очередь. Поверьте, будет очень интересно. Не забудьте поставить лайк на это видео и конечно же оставить свой комментарий. Поехали! Ну что ж, мы разобрали с вами все вышедшие уровни игры Dark Deception. Нашли все секреты и теперь можем приступать к теориям, ведь как вы понимаете, на локациях спрятаны подсказки, которые отсылают нас на скрытый сюжет этой игры. И сегодня мы поговорим именно о тех записках, что спрятаны в первом секрете уровня с уточками. Надеюсь вы еще помните где находится эта секретная комната, ну а если нет, то освежу вам память. В самом начале уровня на планшете мы видим комнату, спрятанную за стеной. Открываем ее, поднимаемся и находим секрет. Но кроме секрета на ящике мы можем увидеть записки, на которых написано кое-что интересное. Зачитываю первую четверку записок. Пациентка Кристен Дейзи 12-летняя кавказская девочка, живущая с родителями и имеет проблемы психологического здоровья, выявленного в 2014 году. О проблемах пациентки сообщил ее отец. Он говорит, что дочь склонна к случайным резким перепадам настроения и паническим атакам. Мужчина также заявляет, что она действует импульсивно, демонстрируя рискованное и опасное поведение, чтобы привлечь его внимание. Он боится, что она будет продолжать причинять вред себе или в крайнем случае другим. Существует также история психологических заболеваний со стороны матери. Во время оценки пациентка описала свое настроение как хорошее и настаивала на том, что оно улучшилось за последние несколько лет. Несмотря на ее слова, самооценка пациентки кажется низкой. Также наблюдается ангидония, нарушение сна, плохое самочувствие и потеря массы тела. Не сообщает об изменениях в энергии. Не сообщается об изменениях в концентрации или памяти. Пациент действительно проявляет крайнее возбуждение, когда ее спрашивают об отце. Она утверждает, что он игнорирует и не любит ее. Она также считает, что отец хотел бы, чтобы ее не существовало. Пациент действительно демонстрирует признаки самопопреждения с присутствием шрамов на обеих руках. Присылаю рекомендацию, что она потенциально страдает от раннего биполярного расстройства. Идет консультирование дальнейшего тестирования и наблюдения. Лекарство будет назначено при депрессии и тревоге. Я начну с Окс Карбазепина и Залофта. Доктор Анжела Симмонс. Из данных записей понятно, что история ей вправду напрямую связана с какой-то девочкой, которая имеет психологическое расстройство. А также она считает, что отец не любит свою дочь и хочет, чтобы ее не существовало. То есть... Я оказался прав. Если вы не понимаете, про что я, то посмотрите данную теорию по подсказке сверху справа. Там я говорю про то, что известный нам кошмар по имени Агата на самом деле является дочерью главного героя. И теперь мы имеем больше доказательств к данной теории. Я предполагал, что все кошмары игры Dark Deception являются демонами нашего главного героя, которых ему нужно пройти, чтобы получить заветное исполнение желания от Бирс. А также напомню, что надписи в секретных местах второго и третьего уровня, так или иначе, говорили нам о том, что главный герой чего-то не ценил. А сцена после второго уровня доказывала то, что он знает Агату. Она осталась такой же в этом возрасте. Воспоминания настигают меня. В общем, обязательно гляньте теорию и после возвращайтесь сюда. Давайте подробнее разберем данные записки. Пациентку с психическими отклонениями зовут Кристен Дейзи. И она, предположительно, и является Агатой. В записях говорится, что она страдает ранним биполярным расстройством, а все ее действия нацелены на внимание отца. Кристен наносила себе телесные повреждения, о чем свидетельствуют шрамы на ее руках. А также, когда речь заходит об отце, у пациентки наблюдается резкая смена настроения. Первыми лекарствами, которые выписал ей доктор, являются противоэпилептические лекарственные средства, а также антидепрессанты. Из этого всего идет вывод, что Кристен имеет проблемы, которые могли быть связаны с ее матерью. А также у нее наблюдались признаки возможных начальных этапов, ведущих к суицидальной наклонности. А теперь вновь вспомните рисунок из второго уровня с Агатой, на которой изображена горящая машина с Агатой и ее матерью. А отец улыбается. Теперь я все понял. Наш главный герой, как известно из основного сюжета Dark Deception, обратился к Бирс по причине того, что за ним гналось прошлое. Он хотел кое-что изменить, или же кое-что вернуть. Не думаю, что он обратился бы к Бирс, чтобы она стерла любое опоминание о его жене и дочери. Я считаю, что его цель была совсем в другом. И это подтверждает следующая четверка записок, что спрятана в том же самом секретном месте. Я больше не могу посещать эти психиатрические визиты. Таблетки ей совсем не помогают. Я никогда не знаю, когда она взбесится и получит еще один флешбек. Все тревожит ее. Она тоже все время нуждается в наблюдении. Это нескончаемый кошмар. Она никогда не будет нормальной. У нее просто пиполярная шумиха, как и у матери. Возможно, даже хуже. Я старался изо всех сил, но они обе стали невыносимыми. Я никогда не планировал ни одного из этих страданий. Я не семейный человек. Мне действительно все равно, что люди думают обо мне. Эти двое не знают, как быть счастливыми. И они высасывают всю радость из моей жизни. Мне нужно отрезать их от себя, пока я могу. У меня много денег и яркая карьера. Я все еще молод и привлекателен. Я могу начать все сначала. Познакомиться с молодой девчонкой, которая не пострадала психически. Сделаю это правильно в этот раз. Мне все еще нужно что-то с ними сделать. Я ни за что не позволю ей взять мою половину. Она будет использовать этого детектива, чтобы отобрать у меня деньги навсегда. Я хочу быть свободным от них. И я хочу забыть о их существовании как можно скорее. К счастью, она не очень умная. Так что есть шанс. Отец девочки, которая просто хочет иметь внимание отца, имеет желание избавиться от них и просто зажить снова, не заботясь об этих проблемах и вновь чувствовать себя счастливым. Возможно, та самая авария с рисунком имеет отношение к нашему главному герою, который мог все это подставить. Однако, его жена и дочь погибли. Так зачем же ему нужно обращаться к Бирс? Ты не нуждался в ней тогда. Ты не нуждаешься в ней сейчас. Ничего не изменяй. Так легко все забыть, как и ее. Главный герой не ценил того, что имел. Он буквально своими руками убил свою жену и дочь, что навлекло за собой большие последствия. Кошмар преследовал его все это время, а жизнь превращалась в ад. Он хотел все вернуть и вновь почувствовать себя частью своей семьи, в которой он когда-то не нуждался. Это отчаяние привело его к старой легенде об актрисе Бирс, которая исчезла странным образом. И многие поговаривали, что в этом замешан дьявол. Поняв, что это его шанс, главный герой бросает все свои силы на то, чтобы связаться с Бирс для исполнения своего заветного желания. И как вы понимаете, он достиг своей цели, не осознавая последствий. Именно поэтому мы слышим фразы про то, что он не нуждался в ней тогда и не нуждается в ней сейчас. А также его собственные слова о воспоминаниях, что настигает его. Но даже в этом кошмаре остаются трещины того, что он должен остановиться. Но он уже испортил свою жизнь и ему ничего не остается, кроме как пройти этот круг ада и наконец-то загадать свое желание вернуть семью. Как вам такая теория? Я сам не ожидал, что из подобного получится настолько насыщенный и интересный видеоролик. Если вы тоже так считаете, то нажмите кнопку лайка. Также не забывайте про подписку на канал и ссылки на соцсети. Также в описании есть ссылки на пейлисты с теориями по другим играм. Поэтому если вам нравится подобный контент, то обязательно загляните. И самое главное, помните, что у микрофонов был Максимус. Всем хорошего настроения и берегите близких. До следующего ролика. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...